Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Годлик, ваш иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорнии. И сегодня у нас идет продолжение темы, которая была начата вчера. Если вы помните, то я вчера сняла видео, в котором говорилось, что все офисы USCIS закрываются в Соединенных Штатах, начиная с 18 марта, на данный момент до 1 апреля. И мы пока не знаем, откроются ли они 1 апреля или же нет, но пока что у них запланировано до 1 апреля. Значит, коснулось ли это кого-то уже? Да, это коснулось четырех из моих клиентов. У одной пары интервью должно было быть завтра, 19 марта. У двух должно было быть 24 марта. И, значит, у двух людей 24 марта, у одной семьи 31 марта. А, да, вот, значит, 5 семей. И 1 апреля тоже было интервью по браку, оно тоже было отменено, к сожалению. Все они получили, то есть это все появилось у них онлайн, когда вы проверяете кейс-статус, и у них у всех это все отменено, к сожалению. Мы пока не знаем, когда им переназначат их даты, но надеюсь, что это будет в ближайшие сроки. Вот, и недавно только меня спрашивали о том, коснется ли это консульство. И не хотелось бы, чтобы это коснулось консульство, но, к сожалению, вот сегодня уже департамент, Госдепартамент у себя на веб-сайте, они опубликовали, что в большинстве своем консульства, прежде чем вы начнете любые действия, они дают вот такую информацию. Я обязательно поделюсь ссылочкой с вами к этому, чтобы вы могли зайти и посмотреть, что происходит в вашем консульстве. Сегодня один из женихов, у которого интервью было назначено 23 марта в России, у него это было, к сожалению, к нему позвонили, также отменили. И я хочу вам показать, как вы можете зайти и посмотреть. После того, как вы входите по этой ссылочке, которую я вам дам, вы набираете вот здесь. Вы можете просто набрать название страны, чтобы вам не искать. И вы можете посмотреть, что происходит. На данный момент я хочу посмотреть Россию, так как у меня большинство клиентов оттуда. И вот здесь они пишут, что какие изменения произошли в связи с коронавирусом. Были ли остановлены все поездки, полеты в Россию, из России. И на данный момент на 18 марта в Российской Федерации уже 147 кейсов того, что у людей есть коронавирус. И это повысилось на 30% по сравнению с предыдущим днём. И я бы сказала, что будьте осторожны с поездками, с полётами. Если вы едете куда-то, то надевайте маски. Я не знаю, насколько они могут уберечь вас. Но, по крайней мере, это может уберечь других, если это передаётся воздушно-капиллярным путём. Значит, на данный момент, начиная с 18 марта, Россия, она приостанавливает въезд всех иностранцев по 1 мая. И это не относится к дипломатам, к экипажу самолётов и постоянным резидентам Российской Федерации или же транзитных пассажиров. И вот здесь, если мы пойдём с вами ниже, вот в этой части говорят, что они уменьшают свою работу по отношению с клиентами. Иногда забываю слова на русском языке, я извиняюсь. И вот здесь как раз у них написано, что на данный момент они отменяют все аппойтменты, которые были назначены в консульстве. И также они говорят, что мы вам можем помочь только в экстренной ситуации, если что-то случилось. Значит, начиная с 18 марта, значит, US Embassy в Москве и консульство в Екатеринбурге, значит, в Сахалине. Они остаются открытыми и будут предоставлять только услуги по экстренным ситуациям. И также они здесь пишут, что они уменьшили свои услуги и свою работу по предоставлению виз, к сожалению. Вот, также я работала, значит, у меня клиенты также с Узбекистана. И многие попросили посмотреть, у меня работает ли Узбекистан на данный момент. В целом в Узбекистане также приостановлены все поездки. И также они говорят, что они могут быть помещены в карантин до 14 дней. Люди, которые приехали из стран, которые они здесь перечисляют. И на данный момент в Узбекистане пока консульство работает. И они пока не отменяли никакие абойтменты. У них пока нет. Я это проверяла, потому что есть клиенты. Также у меня две невесты с Украины. И я зашла, посмотрела специально для Украины также. К сожалению, Украина тоже отменила все свои приемы, которые у них были. И здесь они говорят, что консульство в Киеве, они полностью приостанавливают иммиграционные и не иммиграционные услуги по предоставлению иммиграционных и не иммиграционных виз. Поэтому, если у вас есть какие-то интервью или же приемы, пожалуйста, посмотрите обязательно, есть у них, предоставляют они услуги или же нет. Я не могу, кстати, вот Азербайджан также смотрела, в Азербайджане, в Азербайджане также. Я не могу просмотреть все страны, но если вы планируете поехать или же у вас есть запланированные поездки, то вам я бы не рекомендовала сейчас, наверное, выезжать куда-то, потому что вы можете застрять. И, кстати, вот Казахстан тоже, Казахстан тоже, они закрыли свои предоставления своих услуг в консульстве. Поэтому, если у вас есть какие-то приемы, позвоните и обязательно спросите у них, что там происходит. Вот такие у нас новости, к сожалению. И, конечно же, очень много людей по этой причине, они очень сильно расстроены, потому что люди ждали свои интервью и готовились к нему. И когда происходят вот такие незапланированные задержки, то, конечно же, люди расстраиваются. Но я бы сказала, наверное, во всем нужно видеть что-то хорошее. Пусть эта задержка для вас будет как бы временем для лучшей подготовки к вашему интервью, для большего сбора информации к вашему интервью. И как бы больше времени вы проведете вместе со своими любимыми людьми. И также я хочу сказать, что сегодня была опубликована как бы одна новость по отношению паблок-чарши. Если помните, это для тех, кто может быть обузой для государства, если вы получали социальные бенефиты. Вот здесь я его прочитала. И, честно говоря, здесь они противоречат сами себе. Но я хочу еще раз прочитать полностью, как бы разобраться, потому что вот здесь они говорят, что если по какой-то причине, вот в первой части, да, если по какой-то причине вам понадобится получить как бы социальные бенефиты для того, чтобы провериться на коронавирус, мы, говорят, не будем это считать как бы использование паблок-бенефит. Но с другой стороны, вот здесь они говорят, что если вы получите какую-то помощь в денежном эквиваленте или же в неденежном эквиваленте, вот здесь, да, для меня очень такое непонятное место, что именно не в денежном эквиваленте, то, к сожалению, они это могут посчитать как получение социального бенефита. Вот. И поэтому хочу немножечко больше прочитать, больше собрать информацию, посмотреть, что пишут в других изданиях, и потом уже, наверное, сниму видео на эту тему. А пока что вроде бы говорят, что можно, но с другой стороны, как будто бы и нельзя. Вот. И с того, что происходит в Соединённых Штатах, например, в частности, в Сан-Диего, вот честно, я не могу найти рис. Опоздала. Ходила в несколько магазинов, к сожалению, не смогла найти рис. Но купила такой браун рис, темный такой рис, но он долго варится, и, ну, ничего страшного, это не самое главное. На дорогах, конечно же, машин становится всё меньше и меньше, больше всё паники разводится. Вот. Мне шлют без конца вот эти все телеграммы всякие эти, что якобы скоро Америка перейдёт на этот режим, как его называют, когда до определённого времени можно выходить, а до определённого времени нельзя выходить. Вот. И поэтому у людей паника, что будет, как будет, но, в принципе, есть с чему паниковать, наверное, потому что школы закрыты, есть люди, которым нужно ходить на работу, а есть люди, которые и работают из дома, и, ну, в общем, хаос какой-то творится, я бы сказала. В целом, наверное, это будет теперь и во всех постсоветских странах сейчас происходить. Цены, конечно же, регулируют, но я бы не сказала, что повышение цен не произошло, потому что, если, например, я вам просто к примеру скажу, да, если я, например, покупала мешок муки, за, ну, там, например, могло быть 8-9 килограмм, я его могла купить за 5-6 долларов, а я вот вчера поехала, и пакет муки 3-х килограммовый я купила за 5,99. Ну, я думаю, что повышение цены произошло. Ну, это немножечко отклонение от нашей темы, чтобы дать вам немножечко информации, что происходит здесь. Вода, как бы, вроде бы восстановилась, туалетная бумага тоже восстановилась, так что вот так. А в целом, в целом жизнь продолжается, желаю вам всем оставаться в хорошем настроении, и, наверное, это время, как бы подумать и помолиться, наверное, вот так я бы сказала. Вот. И, как всегда, вам напоминаю, что мой канал – это для всех тех, кто хочет приехать в Соединенные Штаты, и здесь я делюсь информацией только с официальных источников, и вся информация на моем канале к ознакомлению. Это не является юридическим советом. Еще раз повторяю, я являюсь только иммиграционным консультантом, специалистом по заполнению иммиграционных форм и не более. Вот. Если вам нужна юридическая помощь, вы всегда можете обратиться к адвокатам. Если вам нужна информация адвокатов, я вам могу предоставить, но они все англоговорящие. Если вам нужна помощь, привести ваших жен, мужей, невест, женихов, детей, воссоединиться с родителями, поменять грин-карту, получить гражданство, я к вашим условам. С вами была Зара. Всего доброго, крепкого здоровья всем-всем. И мы с вами остаемся на связи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова